Минздрав России требует вернуть советскую систему государственного распределения выпускников вузов, обучавшихся за бюджетные деньги. С такой инициативой представители ведомства выступили в общественной палате. В министерстве предупреждают, без жесткого госрегулирования несколько регионов страны останутся и вовсе без врачей, поскольку выпускники медвузов не планируют там работать. В ведомстве считают справедливой систему, по которой студент-бюджетник какое-то время работает там, где ему укажет государство. На совещании в качестве примера привели и позицию нашего региона, который совпадает с Москвой. Коми пытается сделать учебу для будущих работников интересной и перспективной. Отсюда подъемные для молодых врачей, которые поедут на село. Это 1 миллион рублей и 350 тысяч рублей для фельдшеров-фапов. Что касается северных надбавок, а это не менее серьезный стимул, по закону молодым специалистам в течение трех лет их надо заработать. С другой стороны, и это тоже закреплено законодательно, муниципалитеты вправе начислять северные в отношении своих бюджетников с первых дней работы. Такую практику применяют, например, в Бусинске. Об этом ранее в одном из майских интервью говорил и глава Коми. У нас ряд муниципалитетов эти решения уже имеют. И, соответственно, такие выплаты сразу с первого дня и производятся. Причем это, как правило, все-таки в городах в большей степени, но это есть. Просто теперь задача, чтобы это был стандарт для всех муниципалитетов республики. Что если уж ты заявляешь, что у тебя нужны такие специалисты, то создавай тогда и условия для того, чтобы молодой специалист сразу мог получить весь спектр. Тем более, что, еще раз говорю, база для этого есть, она наработана, в том числе и нормативная. И здесь в этом смысле проблем нет. А молодой специалист, тогда будет знать, что у него в контракте это четко записано. У него есть гарантия, что он закончил, да, он должен там пять лет отработать. Он приедет, у него будет жилье, у него будет северное с первого дня, у него будет подъемное. Для справки, укомплектованность медкадрами в коме составляет 52%, поэтому каждый врач работает в среднем на две ставки. До среднереспубликанского уровня укомплектованности не дотягивают Воркута, Печоро, Вуктыльский и Троицко-Печорские районы. В регионе не хватает анестезиологов, травматологов, педиатров, судмедэкспертов, наркологов, врачей функциональной диагностики и скорой помощи. По целевому направлению Минздрава Коми в медицинских вузах сейчас обучается четыре сотни студентов.